Знаете, настолько плащевно постоянно анализировать борьбу каких-то ведомств. Мы с вами анализировали постоянно какие-то корпоративные войны. Говорили массовое рейдерстве, которое происходит. Парализуются целые отрасли, да, когда, допустим, посмотрите, что происходит. Вот электронная декларация. Это IT-сфера. Она, в принципе, парализована. Очень часто силовики в разных, это могут быть ГПУ, может быть СБУ, может быть ГФС, в разных вариантах, приходят в офисы и парализуют совершенно целые работы, целых сфер. Вот, ну, это уже мы говорили и про лакелапсы, про кучу-кучу-кучу других IT-сфер. Но, если брать электронные декларирования, сейчас ситуация в следующем. Не то, как они между собой соревнуются и показывают свои бицепсы, а насколько вообще совершенно, опять-таки, эти электронные декларации, которые возмутили всех. Украинцев, Европу и, ну, в принципе, так, массово всех. Они же не имеют никакой под себе разбирательства. Я скажу больше. Самое страшное, они возмутили тех, кто нас кормит. МВФ, вы знали, как удивился. Сами, понимаете, и на этом, ну, дальше вот так вот, кроме возмущения и каких-то опять несоответствий, да, тому, как они говорят, как они живут на эти зарплаты, и реально тому, как они, сколько они в день просто тратят наличкой, ну, как бы, на красивый образ жизни. А наказание за это никто не несет, потому что, как легко перебрасывать вот эти вот мечи между собой и ответственность. И еще, последняя ремарка. Когда мы говорили сегодня, подняли тему политической ответственности и парламентской ответственности. Давайте не забывать, что мы живем в парламентской президентской республике. И этот механизм может работать только тогда, когда сильный парламент. Есть тогда и ответственность министров, когда они сами подают в отставку. Есть и такие механизмы, как вот он недоверие и прочее. У нас это ничего не работает, простите, но это ручной парламент. У вас нету силы, вы не несете ответственность за то, что вы, за те решения. И потому что очень часто это просто марионетки, и вы не выполняете те обязательства, за которые на вас возлагали.